Программа предназначена для аудитории от 16 лет. О деятельности организации «Дорога и добра». Наши слушатели в курсе, что не так давно организация получила новое здание для своей работы, для работы конкретно Центра помощи семьям с особенными детьми на Роза Люссенбург 68 или 7А. Приходили представительницы организации, рассказывали о том, сколько планируется потратить и собрать на то, чтобы привести это помещение в порядок. Ну, вот по публикациям в последнее время мы понимаем, что там дела намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. То есть сил и средств нужно приложить очень-очень много для того, чтобы восстановить это помещение. Ну, сколько я помню, Володь, там вообще сумма звучала в 3,5 миллиона, что для благотворительной организации явно неподъемная цифра. То есть смета вот такая была сделана работа. Смета очень серьезная, и поэтому ребята сделали правильно, они просто объявляют хорошую и веселую акцию. Я думаю, что все кировчане не с удовольствием поучаствуют. Да, подробнее мы про эту акцию поговорим во втором часе. Первая тема и наш первый час. Я тут сразу же хочу, чтобы заострили внимание в первую очередь автомобилисты и автовладельцы. Если вы следите за новостями автомобильными, то вы, безусловно, знаете, что на прошлой неделе, в конце прошлой недели, Госдума в окончательном третьем чтении, 17 марта это было, приняла пакет поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. И вот на этой неделе уже поправки должен одобрить Совет Федерации, далее подпись президента, и все, поправки вступают в силу. И дальше, да, они будут опубликованы и вступят в силу. Да, изменения очень серьезные, и для того, чтобы разобраться во всех этих изменениях, мы сегодня в нашу студию пригласили Ивана Макина. Это директор фериала «Росгострах» в Кировской области. Добрый день, Иван Олегович. Там история вопроса. В первом чтении еще в декабре 2016 года были приняты эти поправки. Потом анонсировалось, что изменения должны уже в силу вступить к первому марта. Потом говорилось о первом апреля. Но сейчас, видимо, все-таки получается, что... Там все-таки довольно сложный вопрос, Володь, поэтому дискуссии были очень серьезные. Поэтому и опасения были со всех сторон. Мне, кстати, интересно, сегодня у меня вот сидит представитель страховой организации, переданной с одной стороны, и, с другой стороны, собственно, автолюбитель. Я думаю, вам будет о чем поговорить. Ну и в целом мы, конечно, о ситуации об ОСАГО поговорим. Я думаю, чуть позже у наших слушателей будет возможность дозвониться нам и, собственно, задать интересующий вопрос специалисту. Итак, в чем суть поправок? И история вопроса, Иван Олегович. Николай, ну я добавлю, я сам тоже автолюбитель. Поэтому мы с Владимиром найдем общий язык. Стаж у меня аж с 1992 года. Хотя было все. У меня на 10 лет поменьше, да. Да. Действительно, закон принимался достаточно тяжело. Вопрос сложный. Этим и все обусловлено. Сроки, действительно, все назывались разные. Но, в общем, пришли в итоге, к окончательному договорились, значит, страховое сообщество. В лице и Центробанка, нашего регулятора, и страховщиков. Ну и, собственно говоря, значит, депутаты приняли эти поправки. Инициаторами поправок был Центробанк непосредственно, Российский союз состраховщиков. Да, да. Там целый Российский союз состраховщиков, все уже знают автолюбители, многие с ним сталкивались, работали, знают, что это за организация, куда обращаться в случае чего. Соответственно, по календарю, вот точнее, да, то мы ожидаем, что на этой неделе Совет Федерации примет. Дальше будет президент, опубликование тоже, возможно, это либо на следующей неделе 30 дней, но, соответственно, это конец апреля, начало мая, мы вступим с новыми поправками. Суть поправок, в общем-то, самая ключевая, это то, что будут превалировать натуральная форма возмещения ущерба. То есть будем возмещать ущерб в виде направления на станцию технического осмотра, не осмотра, на станцию технического обслуживания, в общем-то, автосервис, где будет производиться, значит, осмотр транспортного средства, где будет проводиться калькуляция и будет, соответственно, производиться ремонт. Сразу по срокам ремонта. Все про все мы должны вложиться в 30 дней. Срок более чем достаточный. Мы проанализировали, значит, средние сроки ремонта на сегодня составляют где-то порядка недели, не больше. Тут надо сделать важное уточнение. Речь идет о физических лицах. На сегодняшний день речь идет о физических лицах, хотя, в общем, мы и с юрлицами давно работаем тоже в этом же режиме, на самом деле, уже в добровольном порядке. Но закон регулирует именно отношения именно с физическими лицами. Давайте поподробнее все-таки разберемся. Вот несчастье такое происходит, ДТП. Так что дальше? Уже по новым правилам. Да, дальше клиент обращается в нашу страховую компанию. Он может, в принципе, и сразу на станцию приехать, если он знает. В свою страховую компанию. Да, в свою страховую, естественно. Это так называемое прямое регулирование убытков, когда он обращается в ту компанию, где он купил полис. Дальше компания ему предлагает на выбор перечень автосервисов. И клиент имеет право выбрать из того перечня компании, с кем заключен у них договор между страховщиком и автосервисом, тот сервис, куда он пойдет ремонтироваться. Он получает направление на ремонт, либо компания его на месте осматривает, либо будет осматривать в сервисе. Это не принципиальные нюансы. В течение какого времени должно быть выдано направление на ремонт? Как правило, это делается в течение суток. То есть буквально обратился человек в течение суток, он уже получает направление в одной компании? Компания, значит, он получает все это в электронном режиме. То есть ему приходит смс, информация приходит в сервис. Мы с своими партнерами договорились, что они дублируют звонок клиенту и приглашают его к себе на уже осмотр на ремонт. То есть он получает сразу два сигнала от вас и от них? Да, на всякий случай. Да, на всякий случай, чтобы уже железно он туда попал. Он приезжает, у него, по сути дела, забирает машину и в течение окончания ремонта, в течение 30 дней ему машину возвращают. В течение 30 дней, это если сложная довольно-таки ситуация. Это если сложная ситуация. То есть это максимальный срок? Николай, мы в любом случае обязаны в него уложиться, ибо если мы этот срок нарушаем, идут пени. Понятно. Я имею в виду как раз, что в течение срок это максимальный срок, а не обязательный. В размере сколько-то десятых процентов. В день 0,5 процентов от стоимости ремонта, от ущерба. То есть страховой компании очень даже невыданно затягивать. Но нас срок более устраивает. Почему? Потому что в начале сроки обсуждались и 20 дней, 30 дней. Это комфортный срок для всех. Мы сами заинтересованы, как можно быстрее машину вернуть клиенту. И сервисы, соответственно, тоже у них все построено на потоке. Ситуация, когда ДТП случилось в одном населенном пункте, а ремонтировать машину направляют куда-то за 3,9 земель. Такая ситуация возможна? Ситуация такая возможна. Здесь будем, конечно, с клиентом договариваться. Безусловно, мы будем оговаривать и оплату эвакуации транспортного средства. Компания на сегодняшний день готова брать на себя эту нагрузку. Но вообще в законе предусмотрена, конечно, норма. Если раньше радиус обслуживания ограничился 2 километрами от населенных пунктов, а в городских поселениях, таких как город Киров, 10 километров, сервис должен находиться, то сейчас есть четкое ограничение в 50 километров. Мы обязаны клиенту предоставить сервис в этом радиусе. Просто с областным центром, в общем-то, все понятно. Разве у нас развита инфраструктура достаточных сервисов? Много, что с районными центрами делать? Луза, Подосиновец. Луза еще более-менее автомобильный город. Луза очень автомобильный город и Подосиновец. Там сервиса тоже есть. У нас есть контракты с местными сервисами. Есть, кстати, хороший сервис в Великом Устьюге. Как вариант, можно его просмотреть. Маловероятно, что клиент, конечно, поет к нам, за исключением, если машина какая-то очень серьезная и гарантированная. Кстати, по гарантированным машинам есть тоже один нюанс. 100% машины будут направляться к дилеру, и это право прописано в законе, если машина не старше двух лет, и она находится на гарантии. И не старше двух лет, и на гарантии. Здесь, Владимир, надо пояснить. Наши партнеры по ремонту, это два вида партнеров. Это официальные дилеры и универсальные станции автосервисы. Те, которые работают с мультибрендами. Партнеры не каждой конкретной страховой компании, а в целом союзу страховщиков. Или как? Или каждая будет отдельно? Каждая компания отдельно заключает эти контракты. У нас на сегодняшний день порядка 30 контрактов со всей областью. То есть основные, значит, все дилеры, естественно, с нами законтрактованы. И очень много, так сказать, еще и универсалов. Вопрос еще, я все-таки хочу понять. В законопроекте, ну или сейчас уже как законопроекте, оно пока еще, да, Витя? Принятый в трех чтениях. Там все-таки речь идет о приоритете вот этого натурального расчета. Это предполагает то, что возможен и финансовый, и денежный расчет по-ближнему. Денежный, Николай, расчет возможен. Оговорены случаи. Значит, денежный расчет возможен тогда, когда сумма превышает лимит выплат. Это 400 тысяч рублей. И человек не готов доплачивать. Тогда мы будем плачать. 400 тысяч, это по имущественному счету, да? Денежный расчет предусмотрен тогда, когда произошла авария. Машина тотальная, тоже не подлежит ремонту. Тогда денежный расчет. Также, если в результате, не дай бог, ДТП пострадали люди, серьезные тележные повреждения, тогда тоже. По желанию клиента возможен денежный расчет. Ну и в отдельную категорию попадают еще инвалиды. Инвалиды тоже могут, значит, сказать, претендовать на денежный расчет. Также есть поправки, не поправки, а оговорки, скажем так. Когда клиент может обратиться за денежной выплатой, ссылаясь на тяжелое, значит, финансовое положение в целом, не попадая во все эти категории, вышеперечисленные. Соответственно, там по усмотрению страховщика, так сказать, возможен вариант и при таких выплатах. Но, скорее всего, страховщики этим злоупотреблять точно не будут. Тяжелые материальные положения, особая ситуация. Это же надо как-то доказать документально, предоставлять пакет документов. В этом не сложно, что доказать очень сложно, а желающих, так сказать, получить и что-то, возможно, еще на этом заработать, исходя из прежнего опыта, будет достаточно много. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, это будет крайне-крайне не массово. Мы продолжим нашу беседу с Иваном Макином через несколько секунд. У нас небольшая пауза. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Приоритет направления на ремонт, то есть натуральное возмещение ущерба после ДТП над денежной компенсацией. Вот по таким правилам мы будем жить ориентировочно уже ближе к маю. Вступит в силу поправки, которые были приняты в трехчтениях Государственной Думой. Мы продолжаем беседу с Иваном Макином, директором филиала компании «Росдрог страх». В нашем регионе, кстати, у нас опрос есть. Опрос на сайте kirovo.ru, на нашей странице ВКонтакте. Вы поддерживаете эту инициативу? Опрос, Володя, я бы сказал, немного запоздал. И так как, сказать, уже поздно пить боржоми, думаю, уже приняла это решение. Но вопрос простой. Идею изменить денежные выплаты ремонтом автомобиля я считаю разумной. Первый вариант ответа. Либо я считаю неправильной. В принципе, да, вот сейчас интересно узнать, что после этого слушатели считают. 70% голосует на странице ВКонтакте неправильной. Эту идею. 30% только ее поддерживают. Но и тоже лидирует вариант ответа негативный на сайте kirovo.ru. Ну, вы, безусловно, сталкивались с этими скептиками. И слышали их аргументы и доводы, почему они против. Нет, ну мы как раз вот здесь немножко проговорили, пока были дни эфира. О том, что очень многие люди на вот прежнем варианте закона Аббасага неплохо зарабатывали еще. И мне кажется, вот как раз многие из них очень сильно недовольны тем, что эти поправки... Иван Олегович, а вы так можете вкратце описать те схемы, которые вот эти недобросовестные помощники там? Ну, недобросовестные помощники, они, как правило, выкупали этот долг, давали наличность деньги с дисконтом до 70%, условно говоря. 70% ущерба выплачили, тут же оценивали. Соответственно, выкупали... То есть, например, подождите, на конкретном примере, там произошла авария, ну, предположим, машина пострадала на 60 тысяч рублей. Да, ему сразу предлагали условно там 45-50 тысяч рублей заплатить. Он переуступал право свое требование к нам, и они уже заявляли к нам. Соответственно, они выигрывали уже на себя вот эту дельту в ремонте, да, даже выигрывали больше, потому что посчитать, на самом деле, вы знаете, можно по-разному. Ну, там, видимо, оценщики тоже в этой схеме участвовали. Оценщики точно в этой схеме, так сказать, участвовали, да, то есть считали больше, естественно. Вот, плюс такая норма, которая в новом законе, она учтена, а это износ. Это вот та проблема, которая существовала. То есть, страховщики износ, в общем-то, учитывали. А судебная практика, которая сложилась, да, людям возмещали полный ущерб. Соответственно, тоже очень приличное вознаграждение. Ну, и, соответственно, непосредственно представление, значит, называемая так, как это, комиссия, юридическая комиссия, да, в суде. Ну, у нас она где-то там от 5 до 15 тысяч составляла. Вот, и, соответственно, вот на этом они зарабатывали. Ну, рынок очень большой, по стране он оценивается экспертно по итогам, значит, того 16-го года на уровне, там, 20 миллиардов рублей. Это за один год? За один год. По всем страхам компании? По всем страхам, да. Да, это очень такой большой рынок, на самом деле. Соответственно, конечно же, эти товарищи, они боятся это потерять и будут препятствовать, будут искать новые варианты, новые схемы. Ну, наверное, уже будут, так сказать, с нами, так сказать, работать по качеству ремонта. Вот у нас есть такая информация. То есть, суть-то в чем, в том, что, в общем-то, они в большинстве своем не в интересах, я не говорю, что все автористы плохие, среди них очень много порядочных людей, которые действительно, где-то и мы ошибались, безусловно, не искрою этого. И потом опять вот эта нерегулированная норма по износу, да, причем мы уже это обсуждали как-то в эфире, что какая разница, да, у клиента разбилось крыло, он бы так бы на нем ездил и ездил бы, да, а тут он вынужден поменять на новом, вроде как улучшение, но он это должен заплатить. Вот в новом законе этого не будет. То есть, человек нам отдает машину, неважно какого года, да, выпуска, неважно какой износ, мы ему обязаны вернуть ее в новом сделанном состоянии с новыми деталями. Новые детали стоит заметить. Там ведь очень серьезный спор шел, да, в процессе одобрения этих поправок. Это действительно было серьезное предкновение. Но страховщики ведь настояли на том, чтобы восстановленные детали тоже как бы работали, да, и рынок, в общем-то, и есть поддержанных автомобилей. Довольно-таки большой, кстати, да, на нашей стране. Да, да, да. И активно, вот мы же работаем, в общем-то, и сейчас направляем, не дожидаясь, пока закон вступит в действие, ну, порядка 30% клиентов добровольно соглашается. То есть, у вас опыт тоже такой работы есть? А мы работаем уже, это, вот по нашей компании с 2006 года. Действующая редакция ОСАГО, она позволяет это вот так называемое направление исполнить. Это гражданский ход и позволяет, либо в денежном, либо в натуральном, возмещать ущерб. У нас опыты были очень хорошие. Вот к вопросу о том, что довольные, недовольные, вы знаете, люди привыкнут к этому. Почему? Потому что это качество услуг. Ну, представьте, вы попали в аварию, так сказать, и сколько проблем, да, найти сервис, так сказать, договориться и так далее. Здесь выбрал сервис, поехал, значит, сдал машину, получил машину, проверил, подписал акт и, более того, еще на один год будет у тебя гарантия на ремонтные работы. 12 месяцев, на лакокрасочные 6 месяцев. Это вот те работы, которые были произведены во время ремонта? Да, на них будет гарантия. Это утверждено, опять же, это все в законе есть. Значит, да, соответственно, в течение года, не дай его что-то произойдет, приезжайте в сервис, если это о грехе сервиса, он спокойно вам эту гарантию сделает. Итак, еще раз давайте повторим, внутренности, слесарные работы. Слесарные работы год, лакокрасочные полгода, 6 месяцев. Ну, как правило, тоже выбран такой нормальный период, за 6 месяцев, на самом деле, все проблемы покраски, жестянки, они проявляются. Там тоже еще нюансы есть, но мы сказали о том, что это распространяться будет на физлиц, вот эти поправки. Все-таки порядок, вот что-то не понравилось клиенту после этого ремонта. Как он будет, не знаю, пытаться отстаивать свои права? Механизм, смотрите, значит, за качество ремонта несет ответственность страховая компания. Первое, что нужно делать, это, естественно, обращаться к страховщику. Как мы будем реагировать? Естественно, мы будем в вопросе разбираться, не доводить дело, так сказать, до экспертиз, до суда. Первый шаг все-таки, да, проверять. У нас есть для этого тоже эксперты свои, в каждой страховой компании он есть. Если мы понимаем, что здесь проблема именно в нашем партере, в ремонтной станции, соответственно, мы направляем туда. Я думаю, что процентов в 90-х случаев, так сказать, они будут это все восстанавливать. Почему? Потому что они боятся потерять поток машин, тот, который есть, потому что желающих заниматься на сегодняшний день ремонтом, там, сами знаете, очень много, да, вот. Но нужно соответствовать требованиям. Правильно, Владимир, да. Потому что они могут просто контракт потерять ваш, да? Да, мы, когда выбираем партнера, поверьте, мы очень внимательно на него смотрим. Мы всегда в большой комиссии выезжаем, мы смотрим, какое у него оборудование стоит, квалификация работников смотрим, мы смотрим, какие покрасочные камеры. Мы очень на многие нюансы смотрим, вплоть до того, как настроена охрана, есть ли площади для хранения транспортных средств, так сказать, нет ли безопасности и так далее. То есть там целый перечень требований, которым надо соответствовать, чтобы работать с нами. Соответственно, если у нас будет накапливаться статистика негативно по партнеру, то на самом деле на сегодняшний день никаких проблем нет, его заменить на следующий. А, то есть есть механизмы такие, да, при недобросовестности? Владимир, список не ограничен, он не критичен. То есть мы можем добавлять, можем убавлять, так сказать, менять этих партнеров, да, поэтому они все заинтересованы на качестве. У нас были председатели. Подожди, ну в любом случае должно быть какое-то определенное число аккредитованных сервисов для того, чтобы работа не встала. Минимум какой-то... Владимир, мы исходим из тех прогнозов, сколько у нас машин. В среднем где-то у нас, мы так вот думаем, что по области это порядка от 1000 до 1500 обращений по всем строкам компаний в нашей области. Это за какой период? Владимир, это за месяц. За месяц. За месяц. Цифра большая. Большая. Мы свою компанию, так сказать, где порядка 600-700 машин в месяц обращений по всей области. Вот исходя из этого объема, мы и планируем то количество сервисов, которые этот объем 100% сделают, выполнят. Плюс, естественно, есть резервы. Резерв, конечно, потому что если недобросовестный попался партнер, это же убыток в первую очередь страховой компании. Да, этим нам надо предстоит заниматься, этим разбираться. А как быть с теми случаями, когда ты попадаешь в ДТП где-то далеко от своего региона, родного, и трудно найти офис в своей страховой компании в этом случае? Ну, по нашей компании такой вопрос не стоит. Понятно, мы везде. Вы самая крупная все-таки. Да, по другим компаниям, за коллег не готов сказать, но в общем они обеспечены. В противном случае они платят ему деньгами. Да, в противном случае они платят ему деньгами. Тут, кстати, тоже может определенно схема родиться у определенных людей. То есть бить будут машины уже за пределами? В тех местах, где сервисов нет, очень далеко. Есть такой вариант. В процессе обсуждения данных поправок тоже звучал вопрос о том, повсеместно в России вводить эту новую систему, либо где-то в конкретных особо проблемных регионах. Окончательное решение повсеместно? Повсеместно, да. Вначале хотели в так называемых тассичных регионах. Это в основном южные районы области. Мы, честно говоря, тут в Вятке переживали. Хотя мы входим в систему единого агента и думали, что такой усеченный список будет, мы туда войдем. Но все-таки, на наш взгляд, очень правильное решение запускать это повсеместно по всей России. Это будет везде. Тут, кстати, недавно появлялся очередной рейтинг Российского союза страховщиков. Красная зона, список регионов, зеленая зона, желтая зона, где критично, где не очень критично обстоят дела с ОСАГО с убыточностью. У нас регион попал в зеленую, по-моему. Что это значит? Это значит, что у нас... Мы такое пограничное состояние. У нас, да, у нас в целом... Или в желтой все-таки? У нас пограничное... Пограничное. Я, честно говоря, трейтинг не вижу. Посмотрю очень внимательно, но у нас не самая страшная ситуация с ОСАГО по сравнению с другими регионами, даже близлежащими. То есть более-менее, так сказать, ситуация благоприятная. Хотя никто не застрахован. Мы близки были к тому, чтобы зайти в красный зон. И еще, да, мы забыли сказать о том, что вот эти поправки, новые правила, они будут распространяться на полисы ОСАГО нового образца, да? Который вступил в силу с октября прошлого года, так? Нет, на полисы нового образца, которые будут заключить... Да, абсолютно верно, на эти, само собой, но на самом деле... На новые договоры, скажем так. На новые договоры. Мы не хотели об этом говорить, честно признаюсь, но на самом деле... Просто это опубликованная информация, она повсеместна. Это все правильно, об этом надо говорить. Нам быть предельно откровенны перед нашим клиентам. Конечно же, мы будем пытаться, так сказать, прилагать услугу всем. Причем здесь даже написано, закон в случае его принятия будет действовать только в отношении новых договоров. Все верно, все верно. Я правильно прочитал? Правильно прочитаю. То есть те договоры, которые будут заключены после вступления поправок в силу? В обязательном порядке. Обязательно. На самом деле нормы договора о том, что без износа по ремонту и так далее, они будут распространяться и на прежние договора, да? Для тех автолюбителей, кто все-таки пойдет по этой схеме возмещения ущерба. Но там по прежним договорам останется все равно такой вариант такой, что он может сам выбирать право получить деньгами. Такое право есть. То есть эхо этих вот товарищей автористов над вами еще какое-то время повисит? Ну, в пределах года. Ну, я думаю, что к концу года, на самом деле, ситуация уже разрешится в полной его мере, но какое-то время еще да. Поэтому мы точно знаем, что мы этих ребят-то всех знаем прекрасно, что они сейчас активно побежали заключать договор о страховании, чтобы успеть до вступления закона в силу. Знаем мы эту информацию, так сказать, их мониторим, все это видим. То есть нельзя так говорить, что вот как только вступят в силу, все сразу резко изменится. Ну, по крайней мере, уже шаг сделан в ту сторону, да? Ну, шаг сделан и очень значительный, значит, очень долгожданный. Поверьте, долгожданный в том числе для автолюбителей. Поверьте, к хорошему сервису они привыкнут. То бишь, не заморачиваясь, отдав машину еще, вернув и спокойно ездишь на своей ласточке дальше. У нас сейчас будет небольшая реклама. Мы говорим про реформу ОСАГО. Иван Макин, директор филиала компании «Росгострах» в нашем регионе, в нашей студии. Через полторы минуты мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Серьезные-серьезные поправки в закон об автогражданской ответственности. Мы их сегодня обсуждаем. Иван Макин у нас в студии, директор филиала компании «Росгострах» в нашем регионе. Давайте в целом о ситуации с автогражданкой поговорим. Тут много информации появляется в последнее время. В том числе информация о том, что тарифы в ближайшее время, возможно, снова придется поднимать. Информация такая звучит. И она звучит, на самом деле, постоянно. Но прогнозы такие, что в этот год точно нет. А следующий год, сами знаете, какой. В 2018 году точно тарифы поднимать не будут. Непопулярные, наверное, были. Поэтому, да. Я лично могу свое мнение высказать. Тарифы поднимут, если при условии, что поднимут и сумму лимит выплаты. Сейчас он 400 тысяч. На самом деле, это очень мало. По здоровью 500. Да, по здоровью 500. Но в основном у нас народ смотрит, сколько будет за восстановление автомобиля. И по здоровью-то это тоже мало. Уже все, знаете, подходят к 2 миллионам. Что-то на транспорте происходит. Лимит ответственности за летальный исход 2 миллиона рублей. А 400 тысяч, но, поверьте, с такой страховкой бойзно ездить. Посмотрите, какие машины ходят даже по нашему кругу. Ну, средняя стоимость автомобиля по результатам 2016 года, нового автомобиля в России, это порядка 1 миллиона 300. То есть мы даже не дотягиваем до средней стоимости. Но средняя стоимость ремонта на сегодняшний день порядка 60-70 тысяч рублей в зависимости от региона. Но 400 тысяч, поверьте, это уже маловато. И если будет повышение лимита, а мы, собственно говоря, это было бы правильно, то тогда будет повышение тарифа. — Какова у нас сейчас средняя сумма выплаты по ОСАГО в регионе? — В нашем деле порядка 55 тысяч рублей. — 55 тысяч рублей. — Да, да. Вот за счет этого мы пока что... — Ну, это именно такая средняя величина, да? — Средняя величина, да. Мы его называем средний чек по ремонту. — Она неизбежно растет. — Она растет. И растет из-за того, что растут стоимость естественных деталей в этом плане. Да, вот основная стоимость из-за этого. Она растет. Машины дорожают, сами знаете, машины ломаются. Количество транспортных, количество ТП тоже растет. Вот статистика такая. Поэтому эта цифра растет. — Но список вот этих комплектующих, он регулярно обновляется? — Он обновляется, пока вот есть единая методика. Сейчас ремонт будет осуществляться в рамках единой методики. Все наши партнеры в курсе этой методики, все и подписались на этих условиях. Она пересматривается два раза в год, где пересматриваются как раз цены на запчасти. — Была тут такая интересная инициатива. Я, правда, что-то забыл, от кого она исходит. Мелкие аварии, сумму ущерба до 10-15 тысяч рублей исключить из-за самолета. — РСА, франшиза, да? — РСА тоже предлагал, нет? — Я забыл тоже фамилию, но это товарищ из РСА точно. Кто конкретно, не готов сказать, но это было его частное мнение. — Частное мнение. — Да, частное мнение. — Ну, ваше частное мнение по этому поводу. — Ну, страховщики всегда в франшизе заинтересованы. Надо понимать, что она что позволяет? Избегать мелких всевозможных урегулирований убытков, там до 10 тысяч рублей, условно говоря, да? Тогда, когда клиент в расстоянии рассчитаться на месте и так далее. Где-то такие нормы присутствуют, где-то не присутствуют. Я думаю, у нас это не очень популярно было бы, да? Но здесь надо понимать, что когда есть франшиза, всегда тогда нужно говорить о некой скидке на тариф. И надо смотреть, сколько будет скидка с тарифа. Ну, инициатива даже не рассматривалась. — Да, она никаким образом не принималась рассматриваться. Хотя франшиза зачастую во всех наших добровольных видах страхования мы ее клиентам предлагаем в добровольном порядке. И он видит, сколько он экономит, если он франшизу берет либо с франшизы, либо без франшизы. — Ну, раз уж мы заговорили о таких незначительных ДТП, в первую очередь, чаще всего я от госавтоинспекции слышу это заявление о том, что надо пропагандировать самостоятельное оформление аварий. И в этом году большая очень цифра госавтоинспекции ставится достичь, чтобы определенный большой процент аварий фиксировался самостоятельно. Страховщики тоже в этом заинтересованы. — Мы заинтересованы в этом, безусловно. — Как вы работаете в этом направлении? — В этом направлении. Ну, это так называемый европротокол. Пока что там цифра не поменялась. Учеб по нашему региону до 50 тысяч без вызова ГИБДД, без второго-третьего участника и без пострадавших. Вот европротокол так действует. Конечно, это мало на сегодняшний день. Как минимум, ну так вот... — В столице лимит? — 400. — 400, там как и по ОСАГО. — Да. Вот, кстати говоря, на столицу смотрят. И первоначально, когда в столице и в Санкт-Петербурге внедряли полную выплату по европротоколу, в общем, это как бы некий был такой пилот для того, чтобы потом распространить на всю Россию. Но пока никакой информации, что это будет распространено на всю Россию, нет. Безусловно, там есть определенные риски о том, что без участника, без ГИБДД... — Можно что-то не так оформить, ошибки, и потом это все выльется. — Опять же, очень многие автолюбители с удовольствием оформляют без участников, без полиции. — Просто для того, чтобы потом полис подешевле был. — Меньше аварий. — Верно. — Нет, имеется в виду, что не фиксируют ее официально. — Да, да, да. — То есть просто не фиксируют. — Из кармана. — Ну, есть там элемент, что, возможно, и некие договорные отношения, так сказать, с целью мошенничества. И такое тоже возможно. Но здесь каждый по-разному действует. Многие страховщики сейчас и в штате своем, либо пользуются услугами аварийных комиссаров. Когда на каждую аварию можно, в принципе, целая опять отрасль, она будет совершенно легальная, будет выезжать человек обученный, да, и, соответственно, уже все фиксировать правильно, смотреть и, так сказать, разводить эти стороны. — Тут же еще и система «Аэроглонасс» тоже, в том числе, заводят, чтобы как-то через нее можно было оформлять, чтобы психсигнал поступал потом в страховую. — Безусловно, очень важно, где авария произошла, когда она произошла, потому что очень много нюансов, когда, да, потому что мошенники, они, ну, могут на этом как раз и проколоться. — Самостоятельное оформление аварии без вызова инспекторов, насколько распространено у нас? — Достаточно распространенное явление, часто звонят, даже мои вот друзья мне звонят, когда что-то произошло, я говорю, во сколько оцениваете? Если они четко понимают, что 50 тысяч оценивают, я говорю, езжайте сразу к нам. Вот если у них какие-то сложности и есть, то наши специалисты, в общем-то, помогают и прямо в центре уровня убытков, так сказать, да, в доформе то, что они не смогли там на нас сделать. Вообще, идея здравая, понимая, сколько у нас сегодня сотрудников ГИБДД, сколько аварий, сами понимаете, на 100% не выходить никогда, и на 50%. — И очень долго приходится ждать, из-за этого пробки на улицах, и люди, опять же, костерят то же самое ОСАГО. Вот как бы ни ОСАГО, и пробок бы не было. — В конце года прошлого была информация, правда, она официально не была, по-моему, подтверждена, о том, что ГИБДД вообще берет курсы на то, чтобы перестать выезжать на мелкие аварии. — Ну, я считаю, что это правильно на самом деле, да. И абсолютно правильно, на самом деле, это и город разгрузит, и люди к этому привыкнут, но здесь надо заниматься их, так сказать, повышением их грамотности в данном вопросе. Мы готовы. У всех компаний страховых работают горячие линги, можно оперативно получить консультацию, можно своему агенту позвонить, так сказать, я уверен, так сказать, все агенты владеют этой информацией, получили они и владеют ею. Поэтому это на самом деле правильно. — Но я знаю, что сотрудники ГИБДД, та же дежурная часть, если что-то там происходит небольшое, на дороге звонишь, и сам непосредственно инспектор спрашивает, выясняет, там, оба ли водителя на месте, каков характер повреждения, а не поехать ли вам самостоятельно тогда в этом случае в страховую. — С каждым днем, значит, скажем так, количество людей, которые самостоятельно решают, он растет, люди к этому привыкают. Вот, еще через год, если суммы выплаты повысят по его протоколу, то привыкнут к этому вещи и порядок — Остается у нас не так много времени, но я еще хочу все-таки затронуть тему электронных полисов ОСАГА. — Электронные полисы... — Насколько востребованы они сейчас у вас по компании? — К сожалению, вот мы не ведем сейчас региональную статистику, и пока выборки не получаем. — На самом деле полисы... — Все работает. — Все работает. — Можно оформить на сайте. — Владимир, проверяйте. Говорите нам, если что-то не работает, мы будем над этим работать. На самом деле спрос на электронные полисы большой. За три месяца продано полисов уже больше, чем за весь шестнадцатый год. — Именно электронных полисов? — Именно электронных полисов, да, уже более 400 тысяч полисов по всей стране, но на особой популярность пользуются как раз здесь токсичные регионы. Здесь есть один момент. Очень надо быть внимательным. Почему? Потому что появилось очень много сайтов подделок, двойников, когда клиент заходит на якобы сайт компании, на самом деле попадает на сайт мошенника. — Так, по Росгостраху сразу же ситуация. Рисуете, есть уже факты? — По подделыванию сайта? — По нашей компании нет. По-другим не готов сказать, но сайты есть, с ними борьба есть, их закрывают, но есть случаи, когда люди попадают в такую историю. Поэтому вот это вызывает у людей определенное недоверие к электронной, плюс определенные сложности с расчетами у кого-то безналичным путем. Ну и желание, в общем-то, получить полис, а не ездить с копией. Это останавливает пока, но, тем не менее, и полис в серьезном развитии. — В общем, надо посоветовать все-таки, да, автомобилистам, владельцам, когда вы ищете возможность оформить электронный полис ОСАГО через интернет, все-таки смотрите на то, как выглядит сайт. — Адрес его точный, да. — Адрес его телефона можно просто проверить, это у вас сайт или нет. — Да, да, здесь нужно не пожалеть времени, так сказать, проверить, перепроверить, так сказать, это дело. — В принципе, позвонить, просто спросить, вот такой-то адрес, это ваш, ваш, все нормально, я через него заказываю, либо наоборот, я отказываюсь. Не так и много. — Ну, сейчас, например, продолжение, проблем с полисами вообще нет, в принципе, все офисы, так сказать, работают, спокойно приходите, без каких-то дополнительных, так сказать, лишних вещей. Сегодня все страховщики спокойно продадут вам этот полис. — А проблема еще идентификации этого самого электронного полиса, я читаю, из разных регионов уже приходят такие сигналы, что автомобилист оформил через интернет, а инспектор его спрашивает, а где? А вот я распечатал, а у кого-то и вообще даже не распечатано, у тех, кто распечатал, что ты мне там филькину грамоту какую-то суешь. Этот вопрос тоже ведь, по-моему, уже урегулирован, через некоторое время там будет вступать в силу регламентного или что-то. — Вопрос, насколько оперативно обновляется база ГИБДД, вообще это делается в режиме, по сути дела, онлайн. Купленный полис, он сразу попадает в базу РСА и автоматически в базу ГИБДД. Но процедура такая, если вам сотрудник ГИБДД это говорит прямо, недоуслужившись, зайти в собственную базу и не сверив... — А как он зайдет туда? На боевом посту? У него сейчас есть что-то с собой? — Конечно, но у них на боевом посту планшет и база, он может зайти, все это дело проверить. — Если он интернет вокруг есть? — Если он этого не делает, тогда это вызывает некие вопросы сотруднику, не желает ли он... — Где-нибудь на трассе может и сетине оказаться. — Да, и вот, да, и это возможно, Николай. Поэтому еще раз говорю, вот люди предпочитают им иметь, так сказать, все-таки оригинал, да, чтобы снять все вопросы, кстати говоря, и ускорить время общения, хоть и приятно, но сотрудникам ГИБДД. — То есть показать, все, ага, есть, взвернул, пошел дальше. — А потому что пока долго говорили, что он еще... — Здесь, Владимир, еще очень важно, очень много и все-таки поддельных полисов, да, и поэтому нужно все-таки клиентам стараться покупать офисы у проверенных людей. — Ой, на эту тему очень любит высказываться часто Юргенс, руководитель, собственно, Российского союза страховщиков. Порядка миллиона поддельных полисов ОСАГО, что-то у нас, по его словам. — Очень много, до 20% это точно, это получается, да, не до 20% я много сказал, да, порядка миллиона действительно такая цифра есть поддельных полисов. Причем это уже новые, которые говорили, что два года их невозможно будет подделать, через два месяца уже, поверьте, они появились, так сказать, в продаже. Вот определенного хорошего качества, так сказать. — Это все через интернет заказывается, да? — Это можно и через интернет кто-то заказывает. — Нет, не можно, нельзя наоборот. — В основном это продается в каких-то точках, так сказать, Значит, поэтому очень внимательно. — По своей компании уже сталкивались? — По своей компании в Кирове не сталкивались. — В Кирове нет, да? — В Кирове не сталкивались. По старым полисам такая история была у нас. Немного, но было. — И, собственно, все? Человек ни на что не имеет права? — Если полис 100% поддельный, он договорен, он выплату не получает. Соответственно, вот это такая практика. Если полис был украден, например, он зарегистрирован, но страховая компания обратилась в полицию, не объявила его украденным, то поэтому полис уплатить будут. — Мне кажется, тут же еще и за подделку документов можно как-то привлечь в рамках правоохранительной уже системы. — Это уже вопрос, наверное, к правоохранителям. — Люди сознательно идут. Почему? Потому что поддельный полис, проданный и так, он стоит полторы тысячи, от тысячи до двух, условно говоря. Поэтому человек, который покупает, осознает, что он покупает, собственно говоря. — И тот же Российский Союз автостраховщиков говорит о том, что постепенно все-таки растет число водителей, у которых нет полиса ОСАГО. Вот эту ситуацию наблюдаете? — К сожалению, такая цифра это и есть. Но здесь могло бы помочь как раз те инициативы, которые хотят в Москве сделать, когда начинать штрафовать через камеры видеонаблюдения. — В автоматическом режиме. — В автоматическом режиме, да. И человек, который ездит без полиса, с каждой камеры получает соответствующий штраф. Соответственно, я думаю, что выгоднее все-таки будет ездить без полиса. — Если с каждой камеры, то на полисе нельзя покупать. — Ну, насколько я знаю, есть пилотные регионы, где сейчас эта система опробируется. Но в ближайшие времена... — Ну, наверное, это выход из положения. Я думаю, что она даст позитивный результат, безусловно. Соответственно, и к нам это придет. Ну, как иначе с этим бороться? — Завершаем мы на этом нашу беседу. Без 15 полдень. Полдень на часах. Иван Макин, директор филиала компании «Росгострах» Кировской области. Спасибо за информацию. — Спасибо вам. — Всего доброго. Мы не прощаемся. — Вернемся через 20 минут. — Хором сказали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok